Знаю, что наступило лето, когда начинаешь пить уже айс латте, а не просто кофе. Всем привет, меня зовут Саша. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о рекламе в инстаграм. Под этим я не имею ввиду рекламу, которую можно купить у самого приложения, потому что, если давайте серьезно, то это точно не работает так же эффективно, как реклама, о которой буду говорить сейчас я, а именно про рекламу у блогеров. Если вы следите за какими-то популярными личностями в инстаграме, то я уверена, вы уже видели у них рекламу продуктов или других людей, как в профиле, так и в историях. И я уверена, что вам уже известно, что на данный момент в инстаграме продвинуться и как-то стать более популярным стало намного сложнее, чем было несколько лет назад, потому что, естественно, интересных личностей стало на нем намного больше. Поэтому сейчас, для того, чтобы продвинуться, люди либо покупают рекламу у блогеров, либо делают СФС с людьми с похожим количеством подписчиков, для того, чтобы найти своего зрителя. Я, на удивление, еще не видела никакого такого видео в Ютубе, которое дает какие-то советы по поводу того, как правильно это делать, и поэтому решила просто поделиться каким-то опытом и советами с вами для того, чтобы помочь вам максимизировать количество прихода подписчиков, если вы будете делать такую рекламу. Первое, что нужно сделать, это найти блогера с похожей целевой аудиторией. То есть, допустим, если вы пишете и делаете фотографии про фитнес, то вам, наверное, будет смысл найти какого-то человека, который делает что-то похожее. Если же вы, например, допустим, путешествуете, то, наверное, рекламироваться у человека, который ведет блог про фитнес, вам будет менее выгодно. Также ищите блогеров, у которых качество фотографии такое же, как и у вас. Например, что я имею в виду под этим, это если, допустим, вы снимаете на свой телефон, что совершенно нормально, наверное, смысл рекламироваться у человека, который снимает на зеркалку, а потом еще и профессионально редактирует все в лайтруме, нет. Ну или если есть, то, наверное, все равно приход подписчиков будет меньше, нежели если вы будете делать это у какого-то человека, который делает что-то похожее, что и вы. Так, допустим, вы нашли правильного человека, которого вы либо хотите купить рекламу, либо хотите вместе с этим человеком прорекламируется друг у друга в профилях. В этом видео я буду говорить больше про именно рекламу в историях, нежели в профиле самом, просто потому что, как показывает статистика, рекламироваться в историях намного выгоднее, потому что, несмотря на то, что охват в самой ленте может быть больше у человека, люди, как принято, смотрят и замечают рекламу в историях больше, и шансов, что они именно нажмут на ваш профиль, больше. В историях обычно принято выставлять где-то 2 или 3 слайда, и главное, что нужно сделать, это задизайнить свои 2 или 3 слайда так, чтобы они привлекли внимание зрителя, и он бы захотел остановиться и нажать бы на ваш профиль. Для этого мой совет был использовать какие-то актуальные программы, которые заставляют человека засмотреться на ваш контент. Сейчас очень популярно приложение, которое называется Unfold, я уверена, что вы его видели, оно бесплатное, по крайней мере, большинство его, поэтому закачайте его. Давайте допустим, что вы будете выставлять только 2 слайда, поэтому я бы лично сделал первый слайд, просто как фотографию, скриншот вашего профиля полностью, как вот ленты. Естественно, предполагается, что ваш профиль будет уже готов к рекламированию, и будет выглядеть как-то эстетично, и будет нравиться вам. Также не забывайте, что когда вы рекламируетесь, вы должны уже понимать, что у вас должны быть несколько следующих фотографий, которые вы уже выставите, чтобы новый зритель увидел эти фотографии и как-то не пожалел на то, что на вас подписался. Первое впечатление самое главное, и если честно, я бы, наверное, и вот этот скриншот, хоть его можно просто попросить выставить, как он есть, я бы и его, наверное, задизайнила в приложении. Дальше, следующий слайд, я считаю, должен состоять либо из одной или двух эффектных фотографий, которые хорошо отображают контент вашего профиля. И вот вам лайфхак о том, как их выбрать. Если у вас есть блогерский аккаунт, то есть вы его подключили к фейсбуку, и у вас написано либо personal blog, blog, ну что там еще пишется, то у вас есть статистика. Значит, если у вас есть статистика, то мы в нее заходим в правом верхнем углу, потом мы нажимаем на контент, то есть штучку посередине из трех вот этих вот надписей наверху, и дальше заходим в feed, то есть смотрим на все фотографии, которые вы когда-либо выставляли, потом смотрим на фотографии за 30 дней, то есть это можно выбрать наверху, и смотрим на либо на лайки, либо на сколько людей их посмотрело, потом нажимаем apply, и у вас просто высветятся фотографии, которые за ближайшие 30 дней, сколько лайков они набрали, сколько просмотров они набрали. Тут вы можете видеть, какие фотографии набрали больше всего просмотров или лайков за эти 30 дней. Я бы вам посоветовала выбрать самые верхние две, потому что эти фотографии это те, которые произвели самое большое впечатление на аудиторию вашу, и это скорее всего самые какие-то удачные фотографии, которые скорее всего зацепят публику, если она увидит их в рекламе. Если же вы не подключены на аккаунт блогера, то просто посмотрите, какие фотографии у вас набрали больше всего лайков за недавние там 2-3 недели, и их выставляйте. Дальше текст. Он должен быть коротко и по сути. Надо просто подумать, что отделяет именно вас от других блогеров в инстаграме, потому что, естественно, крутых аккаунтов много, и для того, чтобы человек подписался именно на вас, у вас должно быть что-то, что его должно зацепить. Поэтому нужно придумать что-то такое, на что человек посмотрит и захочет нажать на ссылку на ваш профиль и посмотреть на ваш контент. Следующий лайфхак. Добавляйте ссылки, наверх которых блогер, у которого вы рекламируетесь, сможет просто поставить такую же ссылку, уже активную. Что я имею в виду под этим, это просто зайдите в инстаграм-стори, загрузите туда свой макет, добавьте ссылку туда, в каком месте вы хотели бы, чтобы она стояла. Сохраните от себя фотогалерею, и когда будете отсылать блогеру макеты, отсылайте уже макет, в котором есть вот эта ссылка, тогда он просто сможет добавить ссылку такого же цвета, такого же фонда, наверх. И лайфхак внутри лайфхака. Если вы добавляете ссылку, обязательно ставьте ее на вертикальной середине вашего слайда, потому что если ссылка будет посередине, она не должна быть прям посередине, но она должна быть, может быть, чуть ниже, чуть выше, но не сбоку, потому что если ссылка стоит посередине, то легче будет на нее нажать и именно перейти на ваш профиль, а не случайно перелистнуть вперед или назад. И на этом с советами у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вам мои советы помогли. Если это так, то не забывайте ставить мне лайки. Также пишите в комментариях, если у вас есть какие-то еще советы, которые я лично пропустила, или, может, какие-то приложения, о которых я не знаю, которые также очень удобны для делания макетов. Ну и также пишите мне какие-то предложения, пожелания по поводу следующих видео, которые бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. А на этом у меня все. Я вас обожаю, целую, пока!